Если путешествовать по Сибири, то зимой. Ослепительный белый снег, северное сияние, экстремально низкие температуры и живой байкальский лед. Где как не здесь проверить себя на прочность. Представляете себе, мы подъезжаем, а зимники начали вскрываться и вода пошла наверх. И ты подъезжаешь и перед тобой на реке, поверх льда вода. А до этого ты видел вмерзшие камазы, провалившиеся в лед. И вот все эти мысли, которые у тебя в голове, нужно ехать. И мы как бы так вот на самом деле, хотя проехали все это очень хорошо. У каждого из участников экспедиции полюс холода – свои цели. Например, Дмитрий Соколов хотел попробовать национальные блюда и увидеть северное сияние, которым можно было любоваться почти 20 ночей путешествия. А руководитель экспедиции Богдан Булычев сделал посреди моря Лаптевых предложение владления Бобровской. Сказать «нет» она просто не могла. К слову, за время путешествия никаких экстремальных ситуаций не произошло. Не подвели ни техника, ни здоровье. Мороз, говорят, убивает все микробы. Я один комплект термобелья на ночь за борт выкидывал, прищемлял его окном, грубо говоря, со всех сторон у него машины все это дело висело. Оно за ночь там минус 50-40 вымораживалось все. Главные пункты путешествия уже пройдены. Самая холодная точка в северном полушарии Аймекон, Полярный круг и Северный Ледовитый океан. В Чите ребята уже второй день и сегодня снова в путь. До финиша Иркутска осталось совсем немного. Кстати, автопутешественники по достоинству оценили забайкальские дороги. В городе у вас вполне хорошие дороги. Проблемы с разметками. И вот еще раз говорю, пешеходы, разметка и светофоры для пешеходов. Их нет. Отсюда люди переходят где хотят. Итогом экспедиции «Полюс холода» станет фильм о жителях Сибири, Якутии и Заполярия и самых необычных красивых местах. А в Читу автоэкспедиторы пообещали еще вернуться. Летом у них запланирован новый интересный маршрут. Кроме того, заинтересовало их и цветение забайкальского обогульника. Возможно, мы увидим путешественников еще и в следующем мае. Летом мы обязательно вернемся к вам в Читу. А пока всего вам хорошего. До встречи. Пока. Пока. Валерия Квашнина, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ